Всем привет, мои хорошие! А где Алена может быть? А Алена может быть на кухне. Сначала ничего не думала, не хотела. А потом подумала. Ну а как? Всегда была, а сегодня нет? Ну и, короче, у сына сегодня не рожжение. И думаю, надо. Все равно свои придут. Все равно надо будет что-то приготовить. Утром встала и вперед на мингали. Что я уже сделала? Значит, сделала пуряные шныцеля. Потом, что я сделала? Салатик сделала. Потом уточку стушила. Потом, значит, что я сделала еще? Плов я сделала. Потом, что я еще сделала? Капусточку с тушилочной шныцеля. Уточку, плов. Салатик. Потом сделаю еще туда поближе пиццы. Такие всякие ассорти пиццы сделаю. Ну, короче, вы знаете, если я с чего-то начинаю, то все. У меня понесло. У меня стоп нету. Стоп у меня нету. Мама, что это? Артема куда-то убежал с утра. Сережа, правда, на работу ночную. Ну, ничего не поделаешь. Работать-то надо. Тем более, у него смены по-дебильному так выходят. Выходные все время работает. Практически раз в месяц, по-моему, только нет. Да. По-моему, а да. Поэтому вот такие вот дела. Я основное приготовила. Потом там только картошечку. Кто-то не парится насчет этого. А я говорю, если зашла на кухню, все, у меня тормозов нет. Я пока все продукты не переготовлю, я не успокоюсь. Что за человек такой? Ненормальный. Он у меня родился в России. В России он не родился, месяц там пожил. И мы уехали. Так что, даже не знаю. Рожден там. А вырос здесь. То бишь, его страна здесь. Родиться можно и в самолете, где попало, где придется. Ну, он у меня уже родился, да. Я его ближе к обеду родила. Пол-двенадцатого. Сейчас уже... Помню. Я рожала. И девочка тоже мальчика родила. Тоже первородка. И мы с ней вместе одновременно пришлось вызывать второго врача. Но я поступила, она уже была. И мы с ней в палате вместе поступили. Вместе на столы нас положили. И вместе родились. Сначала Артем. И сразу же тот ее мальчик родился. А потом, через какое-то время, женщина приехала третьего рожать. Короче, орала так. И врачи. Врачи начали на нее орать. Че ты, говорит, орешь? Ты всех рожениц нам перебудешь. До тебя, говорит, две первородки рожали, не пикнули. А ты, говорит, орешь. Ну, у меня женщина принимала роды. Потом говорили, что якобы она диплом купила. Потому что у меня эта женщина принимала роды. А у нее, у девочки той, мужчина молодой принимал роды. Которая не купленный диплом, да? И травму ребенок нанес. Че-то с челюстью было, он не мог это сосать. Короче, травма. Тома была. Потом так думаешь. Хотя она всю жизнь в больнице проработала в гинекологии. Ну, просто это, наверное, ее убрать надо было кому-то. И все. Хотя она там проработала даже не знаю, сколько лет. Двадцать лет, наверное. Не знаю. И нормально все было у него. Выученный. И вот такое получилось. Ну, че сделаешь? Бывает. Так. Я пока почищу картошку. Пускай пока приготовлю. Потому что мне потом будет не до этого. Сегодня то ли свадьба какая, то ли че. Машины пипкают. Так. Мой ножичек стирается. Маленький. Значит, я этим почищу. Вот такие вот дела. Делишки. Поэтому придется нажраться. Че делать? Повод есть. Еда есть. Алкоголь есть. Все. Так и сделаем. Так что некоторые там не завидуются. Не надо. Интересно, конечно, посмотреть того мальчика, который родился с ним в один день. Ой, ну че за картошка? Вот че за картошка? Че это? Где же мы ее брали? Где же мы ее брали? Да, кубрилили ее брали, по-моему. По-моему, там убрали. Снаружи ничего, а внутри не особо. Сережа выбирал картошку побитую. Вон все взял. Ну че это? Вот че это за картошка? Вот че это такое? Я в шоке просто. За что деньги отдаешь? Ну, я так думаю, сильно поздно гостей не звать. Быстрее придут, быстрее уйдут. Так, скоро же 8 марта. Я вот думаю, может, 8 марта рвануть. На дискотеку потрясти стариной. Девочек собрать и вперед. А че нам стоит дом построить? Кстати, насчет домов. Кто там вот мне писал? Дом, то, сё. Ой, вы знаете, да предовременно-то ладно. Если хорошо живется, всё. А потом, когда начинается, блядь, делёжка. И у всех сущьи сущности вылазят. И потом тот дом, это только разлад вносит. Так что, я говорю, не хотела бы ни тех домов, ни тех денег. Лишь бы в семье нормально было. Но опять же, погода в семье зависит от людей самих, да. Если вот человек сильный, он всегда вот семью сохранит. Опять же, если есть с кем сохранить. Если там конченое уже что-то такое, то понятно, что смысла нет. Ну, его нахер открестился и бежать быстрее оттуда надо. А если просто какая-то там единоразовая акция, то есть, естественно, что можно, да, сохранить. Если там муж, блин, не алкаш какой-нибудь. А если психопаты, то лучше не стоит. Лучше Бога благодарить, что Господь отвёл. И всё. Поэтому, значит, раздумаешь. Хорошо, что у тебя ничего нет. Сколько вот таких ситуаций я наблюдала. Семьи, которые разводятся. И у них, да, дом. Там проблем дохерища, чем те, у которых нет дома. И вообще, я вот считаю, знаете, вот это, которое, есть вот такое вобью, которое говорит, Блин, я 20 лет с тобой жила, я жалею об этих прожитых годах. Ну, это говорит о чём? Это о чём говорит? То, что ты дебила. Ты 20 лет жила с человеком, да, которого ты не можешь переваривать. Ну, это о чём говорит? О том, что у тебя диагноз. На пистолет застрелиться. Чё? На воде. Я, что вы на коже. На куда? На коже. Какой на коже? Вот он. А, ну тут я и взял, конечно. Лёд купил и шарики взял. Как ты, говорит, их надувать будешь? Руан там. Чё? Ну, слава богу, всё разработано. Нормально. Лёгкие тоже. Я и вот говорю. И меня всегда удивляли эти люди. Я полжизни с тобой прожила. Все свои молодые золотые годы тебе отдала. Я жалею об этом. Ну, ебанушка. Ну, ебанушка. Умная бы взяла быстренько, собрала трусишки и учапала бы. И делала, да, свою какую-то новую, другую жизнь. Ну, а чё, вот это лучше в смысле не говори такое, потому что люди подумают, что у тебя диагноз. Однозначно. Я вот бы не стала никогда в жизни терпеть мужа-алкаша или ещё там какого-нибудь. Рожать детей от такого изверга. Ну, о чём это говорит? Что надо лечиться. Однозначно лечиться. Жить с человеком полжизни, а потом говорить всем, что ты жалеешь об этих годах. Ну, писать же. Ну, всякое бывает, знаешь. У меня это самое. Не всем так, слава богу, везёт. Как и мне. Боже, спасибо. Хотя. Хотя. Во всех нормальных семьях бывают ссоры. Это нормально. Опять же, ссора. Ссори, Русь. Ну, ты по мелочам, да? Это сейчас разговаривала со знакомыми. Ну, короче, много таких знакомых, да? Это когда мужик ушёл и полностью забыл, что у него дети. Полностью. Ни алименты, ни... Ладно, алименты. Не встречаться, ничего. Он похерил. Дети выросли без него, да? И там другого уже ребятёнка себе родил. А вот эти дети, чё, не дети? Вот эти чё... Ну, о чём это говорит? А есть же такие, да? Которые отец делал больше, чем мать. А когда вот этот начинается раскол, они начинают манипулировать детьми. Они начинают им прессовать мозги 24 на 7. Вот. Да я вся такая святая, а он говно. Хотя дети-то, они в душе знают, с кем они больше времени проводили. И всё. Вот одна женщина мне писала, что у неё невестка, короче, не даёт ей видеться с внуками. Эта женщина, наверное, меня и смотрит. Я ей говорю просто, отпусти немножко ситуацию. Отпусти. Дети вырастут и сами всё поймут. И это, что она вот переживает. Надо всегда рассчитывать на то, что Земля круглая. Понимаете? Земля круглая. И Вселенная всегда поставит всё по своим местам. Я понимаю, что она хочет видеть внуков, там переживает всё. Но иногда просто надо отпустить ситуацию. Может, у этих куриц на место что-то и встанет. Когда-нибудь. Есть, конечно, такие экземпляры, что мама не горюй. Там уже даже больничка не поможет. Но надеяться всегда надо. У меня тут штрудли уже, блин, расквасились. А мне их надо запечь. Зараза. Я же за них забыла. Штрудлёчки. А это же полуфабрикаты. Йок-макарёк. Здрасте, здрасте. Забор покрасьте. Так, 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 так. Что у нас тут? А главное, чтобы все были живы и здоровы. Живы и здоровы. Николь? Да, Николь не звонила. А? А чё? Вот как не ссориться. Помощь нужна. Я полдня на кухне всё приготовила. Главное, без помощи. А ему нужна помощь. А чё хочешь? Так завяжешь. Э, ты щас лопнешь? Ты посмотри, какое он. А чё, Серёжа, не было чё-то другого? Вот эти вот пиздюльки. Не, а чё, хорошие? Какие-то детские. Ну, он же ребёночек. Ой, Господи, помилуй. Какие-то, не важно. Тычки, блин, какие-то. Не важно. Ну, Серёжа, какие-то у тебя эти... Это, фантазия у тебя какая-то. Эротические какие-то. Да что он, зараза, застревает-то у меня? Чё ты хотела? Давай, давай. Ну, давай, давай. Я как завяжу, мне отпустить всё равно надо маленько. Мама дорогая, ну ты шарик купил. Я в шоке просто. Я думала, нормально. Не, ну нормально. Ты же видишь, что там одни пиздюльки эти? Ну, что ты? Сейчас лопнет, куда ты? Ты же видишь, что они маленькие? Господи, помилуй. Это что за презервативы, блядь, легче надуть, честное слово? Ну, что это за шарики? Карикатура на шарике. Шарики должны быть круглые, круглые. Надавай круглые. Ну, вот тут и круглые есть. Ну, так надувай. Ведь он придёт, зайдёт в комнату, а у него, а здесь... Фрэн поймёт, что... Захарея куды лопнет. Да чушариков никогда в детстве не было. А? Не было. Бедный. Тяжёлое детство. Деревянные игрушки прибиты к полу. Да, деревянные. Дубари. Хватит эти палки надувать. Надувай шарики нормальные. И чё одного цвета только? Розовый и синий у нас чё, блин, этот... Партий будет, этот... Девочка-мальчик. Работяга. Господи. Это карикатура на шарике однозначно. Не важно. Там же такой большой выбор. Почему ты самые мелкие взял? А? Уже вопросов не задавал. А когда было так, чтобы ты поехал, ты взял то, что надо? А? Всё. Развожусь с тобой. Чё ты мелешь-то? Знаешь? Разводится. Шарик не умеешь купить? Не умеешь. Что в этом? Для некоторых в этом. Знаешь, всякие есть. А-а-а. Такое, разно, это не заразно. Вот она так даже бывает. Это. Некоторые, знаете, бабы экшн ищут. Например, если мужик не пьёт, не пулит, спокойный, им надо, знаешь, экшн такой, чтобы подошёл, он такой, в глаз, как дал. А, они от этого кончают. Макули? Ой, бля, люда. Сколько уж таких видела. Потом опять же к ним возвращаются, к тем, которые в глаз дают. А тем, кто нормальный, хера, уже локти-то хочет укусить. Я бы так сильно, мне завязать не можно. Ну, то есть, как? Ой, Серджио, Серджио. Это не менты, скорые, свадьбы. Картофалки. Вот видишь, какая я вижу. Кто-то рождается, кто-то женится. Давай. Бери, бери, бери. Ну, зачем ты так? Зачем ты так говорю? Как? Я его чем закрою? Хвостик-то нету. Вам еще и хвостик нету? Ты хоть и рога светленький тебе делай. Что ты это делаешь? Ну, а я все нахожу. Все зачем? Оставим тебе на день рождения. Я тебе большие куплю. Вот хитрый детёныш, это маленький, тебе больший. Он же и маленький. Что, бракованный? Все. Видишь, он же дырка. Ну, за что деньги отдаем? Картошка бракованный, шарик бракованный. Детство, 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 детство это смерть и радость. Детство, детство, детство это я и ты. Он придет, а у него, опа, шарики. Ну, ему, конечно, уже другие шарики надо. Но ничего. Надо же другие купить. Да? Да. Хватит, Сереж. На, на вот эту тычечку. Господи. Немножко ребенку детство добавили. Сейчас придет ребенок, обматерит нас за это детство. Ну. Матер загнуть. Как-то так. И будет нам капибездый тую. Тую? Тую, да. Пошла я на кухню опять капиба. На кухню пошла. Николе говорю, приди. Подсоби матери. Не справляйся. Старо стою. Короче, ладно, девочки, что я буду готовиться. Эти штрули положила. Поклала. Туртик мы в холодильнике. Ой, бляхо, муха. Тюшеленький. Вот такой. Ой, я, наверное, рубану сегодня кусок, девочки. Что-то меня прям, я чувствую. Наверное, сорвусь на один день. Ой, бай. Так, а что? Скоро мне... Раз, два, три. Блин, а мне уже кушать надо чего-то. Чего перекусить? Война войной, обеда по расписанию. Так что будем перекусить шутся. Продолжение следует...